Уважаемые дамы и господа, с тех пор, как в Одессе произошли кровавые беспорядки с десятками убитых граждан, вот уже прошла неделя. Но СМИ все еще не дали нам ясного и четкого ответа, что привело к таким трагическим происшествиям и кто несет ответственность за многих убитых в Одессе. Этим медийным комментарием мы предоставляем информацию, которая не подвергалась цензуре и которую пресса от нас умалчивает. Большинство средств массовой информации сообщали до сих пор лишь о том, что столкновения между противниками и сторонниками правительства Киева произошли на фоне футбольного матча и что в ходе этих беспорядков при пожаре в Доме профсоюзов погибло около 40 пророссийски настроенных сторонников автономии. Но как дошло до таких столкновений? Была ли это просто вышедшая из-под контроля драка враждебно настроенных хулиганов? Вадим Савенко, депутат Одесского областного совета, опровергает эту точку зрения и утверждает, что речь идет о целенаправленной операции двух украинских спецбатальонов МВД «Шторм» и «Днепр-1», которые приехали в Одессу вместе со многими другими сторонниками Майдана. Целью их нападения был лагерь пророссийски настроенных сторонников автономии, которые агитировали в Одессе за референдум с целью отсоединения Восточной Украины. Этот лагерь находился перед Домом профсоюзов, который позже был подожжен. Спецподразделения, состоящие из сторонников Майдана, переодевшись в футбольных фанатов и смешавшись с их демонстрацией, накаляли атмосферу до тех пор, пока те, в свою очередь, не набросились на лагерь мирных сторонников автономии. Используя огнестрельное оружие, газовые гранаты и бутылки с зажигательной смесью, рассерженная толпа загнала их в Дом профсоюзов, после чего он был подожжен. Спешащим на помощь пожарным, сторонники Майдана мешали тушить пожар. По свидетельствам очевидцев, запертые в этом здании люди, пытаясь спастись от огня, выпрыгивали из окон и были буквально до смерти затоптаны нападающими. Кроме того, есть и такие, которые говорят о кровавой расправе над сторонниками автономии и внутри здания. Об этом мы подробно рассказывали в передаче от 8 мая. Эти предположения были подтверждены свидетельством одной спавшейся женщины, находившейся в здании. Она рассказывает о том, как в здании Дома профсоюзов сторонниками Майдана было совершено кровопролитие. Мужчины были расстреляны или до смерти забиты дубинками. Женщины изнасилованы. Коридоры были завалены трупами, которые впоследствии затащили в подвал. На фото, опубликованных в интернете, отчетливо видно, что в тех комнатах, где не было пожара, были также найдены трупы людей, либо только с сожженными отдельными частями тела, либо с огнестрельными ранениями, либо трупы людей, которые были задушены. Это вызывает уверенность в том, что пожар был инициирован для алиби, чтобы потом можно было объяснить такое количество трупов в здании. По словам Вадима Савенко, убито не 43, а 116 человек. В действительности, есть целый ряд улик, что внутри здания находились спецподразделения нового украинского правительства, которые десятками казнили людей. После этой бойни ужасающей была и реакция различных политиков, не осудивших, но даже одобривших эти жестокие действия. Кандидат в президенты Тимошенко поблагодарила жителей Одессы за защиту административных зданий. Тем временем слышно все больше голосов, которые считают киевское правительство причастным к нападению. Например, депутат Вадим Савенко ссылается на то, что посланные в Одессу спецподразделения финансируются вторым по богатству человеком Украины Игорем Коломойским, назначенным киевским правительством на должность губернатора Днепропетровской области. Писатель и аналитик Дмитрий Дзыгов-Бродский обвинил губернатора Одессы Владимира Немировского, выплатившего высокие денежные премии нападавшим. Известный украинский журналист Жан Новосельцев объявил, что бывший предводитель Майдана Андрей Парубий также несет ответственность за эти преступления. Теперь Парубий – председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он был замечен в Одессе накануне нападения с одним из предводителей боевых групп. До сих пор правительство в Киеве не предпринимало никаких мер для тщательного расследования данного преступления. Вместо этого были арестованы более ста прорусски настроенных активистов, переживших акты агрессии. Ввиду этих ошеломляющих голосов против возникает вопрос. Где же крик международных политиков и средств массовой информации? Почему об этом не сообщается? Почему Запад продолжает поддерживать правительство, которое не принимает никаких мер против таких зверских преступлений или же не расследует их самым тщательным образом? Распространяйте эту информацию и не молчите об этом.